Техника интересная, но она очень много, очень много теорий. Али поделился с нами большим таким объемным концептом по работе в открытом гарде. По сути, он будет раскрывать свои секретные техники. Есть несколько движений, которые вы просто обязаны знать при работе в любом открытом гарде. Это... Сядь на колене? Сейчас, просто несколько длинных покажу буквально быстро, которые так или иначе будут в процессе использоваться. Ну, самый первый, это самый простой умение маневрировать. Потом, уже гораздо более важный, это срыв захвата. То есть при работе в открытом гарде вы систематически будете срывать захваты. Это не будет прямо так выглядеть, как на отработке, я просто показываю, что вы должны срывать захваты с обеих ног. Далее, ну, далее, ну, очень такое специфическое. То меня хватает, вот просто вот это движение. Не знаю, как он нарубит, но у меня хватает просто вот выход на такой гард. То есть, первый раз, когда я вообще синий поясом был, я столкнулся с этой ситуацией, когда вот меня учили работать вот этот гард. Он хватает, мы уходим сюда и только после этого закидываем треугольник. Сейчас я вот этот гард не люблю работать. Мне нравится работать только с этой курткой, потому что я принципиально хочу схватить эту руку. Но в целом, вот с этим движением я познакомился еще с тем, когда мне только показали вот этот гард. Типа он у нас хватает, пытается пройти, мы ставим ногу в бицепс и закидываем треугольник. Соответственно, вот это движение ноги бицепс, оно важное. Дальше. Умение срывать захваты. Оно тоже важное. Умение маневрировать. Здесь два варианта маневренности. Смотрите, это просто спайтер маневренности. И другое, это вот, вот. Я здесь за счет вот этого шаула ласса, или шаула ласса, как ты сказал, да? Нога здесь, я опираюсь, я поднимаюсь в таз и маневрирую. Если что-то еще вспомню, я потом вернусь и подскажу. Вроде бы это все из таких микродвижений, которые вы обязательно должны знать. В итоге, тот материал, который мы сняли, не уместится в рамках одного видеоролика. И мы разбиваем это видео на несколько частей. Скорее всего, это будет три или четыре части. Любая борьба всегда начинается со стойки. И мой гард, соответственно, тоже начинается со стойки и с полугарда. Как отсюда выйти? Так, вы отсюда выйдете. Человек будет вас контролировать, и все, вы проиграете. Начинаю просто с принципа. Самая главная задача, это не попадать в закрытый гард. В целом, работа в открытом гарде, это работа четырьмя количествами. Без перерыва. А чудес, мы знаем, практически никогда не бывает. Многих соперников практически не в игре. Понятно, что человек не будет добровольно садиться на хамин, чтобы я закрыл гард. Не сбивает без дублей. Без этого движения работать здесь невозможно. Я хочу, чтобы он выполнял работу. Я хочу, чтобы он уставал. Дениально все просто, если понимать тайны и как это работает. В общем, смотрите нас, следите за анонсами и не пропускайте новые выпуски. Я хорошо получился.